Всем привет! Ну вот наконец-то пришел очередной мой заказ Ивановский текстиль, мой любимый текстиль. Я хочу вам показать, что я заказала на этот раз. Ну первое, что я вам покажу, это набор Валенсия, это покрывало и две наволочки. Я давно уже хотела сменить покрывало и постелить другое. Оно пришло вот в такой вот упаковочке. Сейчас я ее открою. Вот такое покрывало, такая расцветочка. Покрывало это можно как застелить просто, так и накрываться. Вообще здесь 50% хлопок, 50% полиэстер. Ну оно такое вот чувствуется, что хлопок здесь существует. И я думаю, что я им даже буду накрываться. Уже одеялом жарко, а вот покрывалом сейчас в самый раз. И я попробую, я думаю, мне понравится. Размеры бывают на полуторку и на двухспальную. У меня размер на полуторку это 200 на 220. Сейчас я застелю свой диван и продолжу. Вот такой красивый диванчик у меня получился. Я застелила покрывало и две наволочки. Наволочки 50 на 70. Здесь проходит молния, она скрытая. Наволочки подходят к подушкам. Вообще швы очень хорошо обработаны. Все очень качественно сделано. Мне нравится. Вот такой красивый диванчик у меня теперь получился. Мне подушечки захотелось поставить на фон, даже чтобы было видно. В общем, две подушки 50 на 70. Набор мне очень нравится. Покрывало большие. Самое главное, мне нравится качество. Мне нравится материал, с которого сделано. Ну, а теперь поехали дальше. Заказала я пати. Захотелось мне такую модную, современную одежду, в которых девочки ходят. Думаю, ну-ка я попробую себе. И там был розовый цвет, там был черный цвет. Ну, пати это, если кто не знает. Вот я, например, не знала. Это две майки. Одна майка идет внутренняя, а другая майка идет внешняя, цветная. И она идет больше размером, чем внутренняя. Они сшиты здесь, только на плечиках. Дальше они уже не сшиты. Вот такой рисуночек. И можно с лосинами носить или с чем-нибудь. Вот такая вот современная, ну, как туника пати называется. Или пати, как правильно, пати, наверное. Вот, сейчас я ее одену. У меня ласины черные. В общем, одену с черными. Но можно выбирать другие, какие-то другого цвета. Можно белые, также сиреневые. Это сиреневый цвет, да, розовый. Это розовый цвет. Ну, в общем, у меня даже есть губная именно такого цвета. Будет смотреться очень здорово. Ну, это полностью трикотаж, ткань. Я вообще выбираю себе полностью трикотаж, кулирка. Это стопроцентный хлопок. Так как у меня аллергия на синтетику. И от синтетики у меня печет. Вся кожа горит. И поэтому я люблю вообще такие вещи. Хлопок, трикотаж. Ну, трикотаж мне нравится тем, что ткани мягкие. И они, их не нужно гладить. Достаточно отпаривателем пройтись, если где-то какие-то складки и все. Хлопок, чистый хлопок, допустим, ткань я не особо люблю. Так как она мнется сильно. И ее нужно гладить утюгом. А у меня утюга вообще нет. Поэтому больше трикотаж я люблю. Ну, натуральные ткани в любом случае я выбираю. Продолжение следует... Следующее, что я выбрала, это сарафанчик. Вот такой расцветки сарафан у меня уже есть. Я уже заказывала. Но там другая модель. И она по-другому сшита. Ну, то есть моделька другая, а материал такой же, расцветочка такая же. Это вертикальная полоска. Она стройнит. Так что, если у кого полнота, ничего страшного, будет хорошо. Но этот сарафанчик отличается от того, немножечко своим пошивом. Мне нравится, понравилось то, что здесь тоненькие бретельки. Летом, когда жарко. Где-то на пляж или, может быть, там поедем на море, чтобы вот в легком сарафанчике было ходить удобно. Ну, вот такой сарафан я выбрала. Он с кармашками, мне это подходит. Здесь кнопочки. Ну, вот досюда кнопочки расстегиваются. Не расстегиваются. Ну, это просто для красоты. В общем, расстегивать их не обязательно. Сарафан идет удлиненный. Он идет ниже колена. И здесь идет с одной стороны разрез. Ну, и кармашки. Глубокие кармашки. Туда и телефон, и ключи, если что нужно. Много чего поместится. А на талии здесь есть резиночка. Вот они, этот сарафанчик на резиночке идет. А тот сарафан у меня прямой, идет без резинки. Ну, вот такой захотела. Ткань очень-очень мягкая, такая бархатистая. Это тоже кулирка, это тоже трикотаж. Субтитры сделал DimaTorzok Следующая у меня опять идет туника. Ну, что я могу поделать, если я люблю туники? Я люблю в них ходить по дому, поэтому я их меняю. И вот я уже готовлюсь, в общем-то, к лету. Поэтому заказала я на этот раз больше все-таки туник без рукава. Потому что рукав, даже если вот небольшой, если жарко, то у меня, ну, как бы уже тело не так хорошо дышит. Немножечко бывает уже жарко, не очень хорошо. А без рукава будет летом то, что нужно, комфортненько. Вот. И вот такая туничка, она идет такого темно-синего цвета. Вот такой рисуночек на нем. Здесь вот котята нарисованы. Она без кармашка. Ткань легкая, тонкая. Также это все трикотаж. Вот то, что нужно. В общем, темная, немаркая. И с розовой отделочкой. Розовый цвет я люблю. Мне нравится. Вот такая. Такое вот платьичко-тунечко. Продолжение следует... следующее тоже это идет как платьичко сарафанчик здесь как она трикотаж тоже кулирка но это кулирка идет высшего качества и она знаете вот на ощупь как бархатистая напоминает вот пеленки байковые были когда вот раньше и вот так вот уже руку проводишь прям как бархат приятная приятная очень на ощупь и она приятная с двух сторон ткань такая но в общем модель какая тоже вот она идет на плечики тут идет как разрезе будет а здесь идет волан ну оригинальной тоже здесь будет дышать она как бы вроде и рукав есть в то же время его как бы нету но в то же время тело как дышит хорошо здесь идут карманчики тоже хорошие глубокие карманчики с двух сторон карманчики идут и мне нравится вот это расцветочка она такая вот опять-таки розовые розы то что я люблю клеточка в общем рисунок мне нравится и ткань нравится в общем очень-очень хорошая вещь посмотрите как она на мне смотрится ну и я не удержалась заказала еще одну аналогичную в общем-то туничку также она идет только здесь уже рукав не воланом идет а просто как рукавчик и тоже плечика также открыто и также идет на плечика здесь все будет дышать но она идет без карманов это туника она идет чуть-чуть покороче и в общем тоже розовые розы но уже на светлом фоне мне понравилось я взяла чтобы у меня была ну и такая такая вот понравилось и заказала такую вещь Ну, если, допустим, пойти, может быть, в спортзал придется, костюмчик такой будет. И также, может быть, где-то поедем, если куда-то, да, или по дому ходить. Это вот такой домашний костюм. То есть идет футболочка, она идет без рукава, ну, то есть вот такой рукав, плечико закрыто. Ну, одуванчики нарисованы, вот такая вот футболочка. И вот такие бриджики, они идут с кармашками. Резинка не вшита, она отдельно, то есть можно заменить, если будет тугая. Внизу идет манжетик и вот такие вот бриджики. Материал кулирка, также это очень нежный материал, трикотаж, мягкий, приятный для тела. В общем, то, что нужно. Размер я вообще в этот раз все-таки уже решила, что я буду заказывать 52 размер. Хотя у меня размер, он у меня 50, то есть он где-то 50-52. Какие-то вещи 50 мне все-таки идут впритык. А такие вещи, домашние, трикотажные, я не люблю, вообще никакие вещи я не люблю, когда они мне прилегают к телу. Я люблю просторные вещи, чтобы тело дышало, чтобы нигде вообще ничего не прилегало. Поэтому я все-таки решила уже, буду я заказывать 52 размер, это точно уже как бы мой. И даже несмотря на то, что я похудела, и даже если я похудею и еще, пусть эти вещи лучше будут на мне просторными. Так мне будет комфортнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите продолжение в следующей серии. Еще заказала я комплект носков. Такие носки заказывали в прошлый раз мы с дочкой, но дочка заказала в принципе себе комплект и одну пару дала мне на пробу поносить. Вот я сейчас в этих носочках сижу и мне в них комфортно. Я заказала себе, потому что здесь мне очень понравилось именно качество ткани. Ноги не печет. Вот носки я покупала в других местах, где-то там с синтетических нитей все-таки больше, чем хлопка. Но в общем мои ноги как индикатор, я могу сразу сказать, моя кожа как индикатор. Что бы там ни написали на этикетке, не важно. Вот если я одела носки, к примеру, и я походила в них там пару часов, я чувствую, у меня начинает кожа гореть, печет. Дискомфорт. Мне хочется быстрее их содрать с ног. Эти носки я могу носить целый день. Я по дому в носках хожу. И я могу ходить в них целый день, и у меня кожа отдыхает, даже какая-то прохлада на коже. То есть ничего не печет, ничего не горит. До того, как я их поносила, я состав не читала. Потому что я сначала ношу, потом уже обращаю внимание на состав. В зависимости от того, комфортно мне или дискомфортно в каких-то носках. В этих носках замечательно. Поэтому, ну, потом я уже прочитала состав. Я хочу вам сказать, здесь 80% хлопка, 15% лайкра и 5% полиамид. То есть в основном это хлопок. Это то, что нужно. В этом наборе 5 штук, и они разных цветов. Но они все такие оттенки. Сейчас я открою, покажу. На рисунке здесь нарисован зайчик. Ну, вообще не важно, что там нарисовано. В принципе, я просто взяла именно те же самые, которые брала дочка. Чтобы уже точно не ошибиться. Именно тот же самый набор взяла. И с тем же рисунком, и с теми же оттенками. Ну, в общем, рисунок-то мне не важен. А мне главное, чтобы это было качество. И цвета все такие ходовые. Вот они немножечко оттенком отличаются. Чуть-чуть зеленоватый, чуть-чуть бежевый. Немножко бежевый с розовинкой. Это вот светлые, ну, белые, но они как бы молочные такие цветом. И черные, вот они подо все подойдут. В общем, вот такая вот расцветочка гамма цветов. Носочки с зайчиками. Это носки длинные называются. Размер здесь 37-41. То есть они вот тянутся хорошо. И очень-очень хорошие носки. Заказала я себе опять двое трусиков. Ну, одни вот беленькие, другие чуть-чуть бежевого цвета. Ну, я фасон ношу именно только такой. Я к нему привыкла и комфортно себя чувствую. Трусы, кстати, заказываю уже, наверное, у меня их уже, наверное, штук 4 есть. Или даже 5. И еще парочку заказала. Ну, пусть они просто будут, потому что мне в них очень комфортно. Они очень хорошие. Нигде не жмут, не давят. На теле очень хорошо чувствуется. Поэтому вот я их в очередной раз опять заказала. Это то, что вот прямо нужно, чтобы было. Пусть будет. Заказала я опять полотенца. В тот раз я заказывала полотенца розовое и голубое. Ну, в общем, подарила я и розовое, и голубое сыну и невестке. Ну, на 23 февраля и на 8 марта. И заказала себе опять. Размер 50 на 70. У меня такое же полотенчико розовое есть, меньшего размера. Мне нравится качество. Это Узбекистан. И мне нравится, что здесь набивка, она не слишком плотная, а вот такая вот умеренная, то что нужно. И вот это полотенчико я заказала себе для головы. Голову помыла, волосы помыла, раз закрутила. Розовенькое на голове. Будет смотреться, мне кажется, очень хорошо. Вот, мне оно прям пойдет. Это изготавливает Узбекистан, но также вот Ивановский трикотаж продает Узбекистан. И это 100% хлопок. Ну, и само собой полотенце есть полотенце. Полотенце не линяет. Я стирала вот то маленькое уже. Очень хорошее полотенчико. Ну, вот я показала вам все свои покупочки, все свои новиночки. Заказиком я довольна, все мне нравится. Если кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ссылку на Ивановский текстиль я оставлю внизу. И до новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok